МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это закрытый кастинг героев реалити-шоу о пластической хирургии. Шагнула в новую жизнь. Вот такая вот я новая. Неподдельные эмоции. Наверное, тогда так не переживала, как сейчас. Личные тайны. Любым способом. Любым. Человеческие судьбы. У меня руки и ноги целы. Никого особенно не волновало мое лицо. Более 500 южноуральцев бьются за право попасть на операционный стол. Однозначно попасть надо. Кого выберет профессор Пухов? У нас человек. Кто удивил, а кто растрогал авторов проекта? Вы изменитесь настолько, что вам придется паспорт поменять. У вас есть уникальная возможность заглянуть за кулисы шоу, которого еще никто не видел. Мы начинаем. Ольга, здравствуйте. 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 Рада вас приветствовать в нашем проекте. Ну и рассказывайте, что вам хочется. Мне хочется попасть в проект, так как я хочу сделать ринопластику носа. У меня двое деток. Старшему сыну 9 лет, младшей дочери 2 года. Я в разводе. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. И хотела бы заняться носом, соответственно, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Какие-то перемены, возможно, меня будут ждать после этого. Но это, на самом деле, моя давняя мечта. И если бы не проект, то я в будущем, все равно, эта цель у меня есть. И я буду потихоньку к ней идти. Но вы... Это нос наследственный у вас? Наследственный. У вас у всех в семье? По папиной линии, да. А кто по национальности? Русская. Папа русский. Папа русский. Все в семье, в роду, все русские. В детстве у вас как-то за нос дразнили? Вообще нет. Я его даже сама не замечала, потому что я принимала это кое-какой он есть, потому что я знала, что он у всей, ну, родне, по линии папы такой он и есть. Но позже, когда я приехала поступать в город Челябинск, это 18 лет назад, я уже начала обращать внимание на этот нос, при том, видя себя со стороны на фотографиях. И мне не нравился совершенно этот ракурс. И даже сейчас, когда какие-то мероприятия, я стараюсь повернуть голову так, чтобы этот нос у меня не был виден в кадре. Но когда вы уже вот совсем поняли, что невыносимо жить с этим носом? Да года три назад я работала, то есть старшему ребенку было сколько, шесть лет получается на тот момент, и я уже задалась целью, что я буду менять этот нос. Какая у вас профессия? Я бухгалтер, налоговый инспектор и экономист. Но я по этой специальности не работала, я работала специалистом проекта. Это как? Это что вы делали? Отдел развития проектов. Мы строили крупные объекты в городе Челябинске, и не только в Челябинске, в Москве и в Мурманске. И крупные проекты, соответственно, я специалист по документации, ведущий специалист полностью отслеживания цепочки от А до Я, грубо говоря. Вы у кого-нибудь уже консультировались? Я разослала буквально месяца три назад многим специалистам, даже вот вам отправляла запрос по стоимости, сколько это будет стоить. Поэтому начала консультацию, да. Но так еще не выезжала, потому что пока не было времени еще действительно съездить на консультацию. Идеально у вас есть какая-то картинка, как ваш нос должен выглядеть? Ну, с собой, конечно, нет, но я смотрю работы, поэтому я знаю, что я хочу. Работа Александра Григорьевича? Да. Вы там можете показать, какая вам нравится? Да они все идеальные. Вот они все. Вот я вот хочу вот такие, вот нос такой. Про вас давайте немножко поговорим еще. Давайте. Вы сказали, что вы в декретном отпуске. Да. Но вы в разводе. Да. Как так получилось? Ну, мы развелись, мы с мужем год назад, когда у меня дочке было год. В апреле год дочке исполнилось, а в июне мы развелись. Угу. Ну, получилось так, что не сложилась у нас судьба. Поэтому я живу с детками одна, а он живет один. Помогает? Ну, как помогает? Раз в неделю приезжает с детьми, видится. Угу. Вы уже отпустили его? Да. Абсолютно. То есть уже я не переживаю, не контролирую, не смотрю, не наблюдаю. А до этого подсматривали все-таки, чем он там занимается? Ну, первые месяца три, да, интересно было, как дальше у человека сложится судьба. Сейчас нет, у него своя жизнь, у меня своя, я не замужем, я полностью занимаюсь с детьми. Угу. Сейчас дочку в садик определяю, то есть, ну, хлопот хватает, действительно, вот документационных в плане с двумя детьми. Сын второй класс закончил, отличник. Ну, вот и вся моя жизнь, вот дети, друзья, родственники, родители. Какие у вас самые, ну, может быть, радостные, теплые воспоминания в жизни? Вот есть у него какие-то события такие, которые у вас маячки такие? Вот тут мне было максимально хорошо. Ну, таких событий много. Это может быть связано даже и в детстве, когда мы с семьей, с родителями собирались. Я сама из деревни, то есть родители у меня там, и я всегда с теплом вспоминаю традиции, которые нам прививали родители. Это, например, вечерами мы собирались, делали пельмени в деревне. То есть сейчас я стараюсь эту традицию своим детям передавать. И вот я всегда это с теплом вспоминаю, и это у меня в памяти. И вот сейчас я с дочкой два года, мы стараемся с ней, я торт-то сама пеку. То есть не профессионально, а для себя, для себя, для семьи. И, ну, она там со мной катает где-то, скалкается в муке, я уже не ругаюсь. Ну, пройдет все это, вырастет. Ну, вот такие моменты, они остаются в памяти. И именно вот они с детства, я считаю, что зарождаются, и потом они согревают. Понятное дело, другие моменты, которые согревают, это, наверное, рождение детей. Там первенца, сына и дочку, которую, ну, вот получилось. Да, мы ее родили, все хорошо, но сейчас тут развелись. Она со мной, дети со мной, ну, вроде бы все прекрасно. Вы макияж себе сегодня сами делали? Да, я сама. Что-то вы какая-то беленькая сильная. Это вот у вас сознательно, вроде вся загорела, а лицо белое. А я лицо не загораю, мне нельзя ему загорать, оно неровно загорает, поэтому... Пигментация появляется? Что, пигментация, да. Да, вот тоже уже задалась этим вопросом. Дочка в садик выйдет, и буду потихоньку заняться. А я посмотрю поближе в ваш нос. Подойдите, пожалуйста. А вы дышите нормально? Отлично. Ну, такой у вас кавказский нос. Вообще, да. Я не знаю, кто у нас продумал. Ну, кто-то где-то кавказец там, где-то ты-то, где-то там появился. Это как в том мультфильме, согрешила где-то моя бабка. Бабушки, дорогие. Да, такой, да, большеватый для вашего носа. Если вот мы сделаем вам маринопластику, вы изменитесь настолько, что вам придется паспорт поменять. А поменяю? Я развелась, поменяла? Потому что здесь очень, очень... Вам надо вот эту... Вот убрать вот эту горбинку, убрать вот эти хрящи, которые опускаются сюда. То есть, ну, вот... Надо вас нос разложить, все убрать лишнее, а потом снова его собрать, чтобы он был другой формы. У вас все сильно поменялись. Присаживайтесь. Если вы попадаете в проект, вот вам все сделали, вот вы уже красивая, измененная, паспорт поменяли, что вы сделаете в первую очередь? Может быть, какой-то ваш личный проект или какое-то ваше личное событие, которое вы уже в новом образе, в новом виде захотите сделать? Ну, у меня... Я на самом деле не знаю, сколько будет длиться этот проект и когда все этапы пройдут, но у меня в ноябре и юбилей 35 лет. Если бы к этому моменту все случилось, то я бы шагнула в новую жизнь. Вот такая вот я новая, в новую жизнь, в 35 лет я бы вступила так. Ну, а так, если эти моменты к 35-летию не случатся, то после всего, да, я соберу друзей, и мы вот встретим, отметим новую меня, новое я. А как-то прицельно, специально будете себе нового мужа искать? Нет. Вы натерпелись уже или просто не готовы? Да, я не хочу пока замуж и мужа не хочу. Вам и так хорошо? Ну, пока, да. Пока у меня вот дети, я выход из декретного отпуска на работу, потом, как карта ляжет, я не отрицаю новых отношений, и отрицаю там в дальнейшем замужество, но пока я цель себе такую не ставлю. Есть, кроме детей, у вас какое-то еще, ну, такое, я не знаю, может быть, увлечение или занятие, вот то, что вам нравится делать, то, что вот дает вам энергию, силы? Ну, да. У меня есть хобби – это макияж. Я заканчивала курсы, заканчивала там онлайн-курсы и такие курсы. И вот я в этом направлении, тоже у меня есть цель попасть к ведущему спикеру и заниматься именно вот этим направлением. Ну, дополнительно торт и пику. Ну, это мое хобби, мое увлечение. Все. С пациентами, которые идут на ринопластик, особенно с таким носом, тут даже нечего обсуждать. Если она хочет, тут стопроцентные показания для этой операции. Ну, мне кажется, да, ну, это видно и мне, а вы нас убедили в том, что вам это нужно сделать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Выглядит кавказский нос. Вот такой нос. Ну, вы же хотели такой нос. Вот он будет, и вот она изменится настолько, что ей на самом деле придется поменять документы. Потому что ее на таможне или где-то она, ее не, она другой человек, имени. То есть это кто такой? Мне кажется, вот этот нос, даже вот сейчас, он прямо действительно такую доминанту на ее лице. Ну, на ее лице, в первую, большой, он очень сильно кончик носа провисает. Мне кажется, у меня была одна пациентка, которая языком доставала кончик носа. Ну, настолько вот он был такой... Низкий. Низко, да, расположен так вот. Ну, как у нее. Мне кажется, она тоже достанет. Но ринопластика – это тоже популярная операция, насколько я понимаю. Ну, просто есть некоторые хирурги, которые делают только ринопластику. То есть такие они в основном, это те, которые вышли из лору врачей, они занимаются одной ринопластикой. Ну, мы занимаемся всем. Ну, это вот такая очень благодарная операция, очень будет показательная. Вот что там за истории такие страшные нам показывали на центральных каналах, что делают ринопластику, пробивают кость, там, что-то такое вот, какие-то страшные вещи происходят с людьми. Ну, вот мы же боимся этого. Все бывает в жизни, умирают даже люди. Ну, всякое бывает. То есть, действительно… В липосакциях перфорирует кишечник, при фейсфифтингах побеждает лицевой нерв, при ринопластиках побеждает гаймеровые пазухи. Ну, полно осложнений в мире. Но надо стараться как-то избегать. Сейчас вы как-то не разрушили миф, а немножко там заставили вздругнуть. Ну, нет, ну, это хирургия. Это без… в хирургии без осложнений не бывает. У всех какие-то есть осложнения. У кого грозные бывают, серьезные осложнения. У кого-то не всегда там что-то удачное бывает. Бывает. Все бывает. Хирург как-то защищен? Никак не защищен. Никак. Он сам потом отвечает за свою работу. Это в Америке защищен, в Европе. А у нас… У нас какие-то были попытки защитить там чего-то. Нет. Никто не защищен. Ты прооперировал, ты отвечаешь. Никаких страховых компаний, никто тебя не защитит. А ведь любой хирург не застрахован от такого случая. Не застрахован. У любого могут быть осложнения. У любого. Начинающих хирургов можно… Да у всех могут быть осложнения. Потому что это хирурги. Это непредсказуемо. Ты делаешь так, организм человека – это не автомобильный мотор. Когда говорят, что нет, вот этот хирург, у него нет, у него все хорошо. Вот этот плохой. Пухов плохой у него. Так и мы оперируем тысячи операций. А там Иванов оперирует в месяц одну операцию, а мы за год тысячу делаем. Тот, который мало оперирует, тот плохо оперирует. Хирург, который оперирует мало, это опасно. К нему опасно идти. И когда-то у меня одна недавно пациентка пришла, говорит, а что к вам? Я говорю, ну в течение месяца мы можем вам найти время. В течение месяца, там, в втором месяце, там, найдем время где-то. Она говорит, так вот я в Москву звонил, у одного какого-то великого хирурга, у него очередь на три года. Но вот надо от этого хирурга, как только услышали, что у него очередь даже на год, бежать, чтобы пятки сверкали. У нас нет очередей, не может, не могут быть очереди у пластических хирургов. Их сейчас как грязь. В Челябинске, наверное, клиник, не знаю, я как главный пластический хирург Министерства здравоохранения, там у меня есть документы, клиник 15, наверное, где занимается пластическая хирург. Частный, маленький, там, 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 15. В Москве тысячу. И очередь в три года. Это значит, ему, это как делается? Это значит, какой-то хирург, ему дают операционную где-то там, в какой-то, ну, таких вот отделений, как у нас в России, ну, я не знаю, может быть, вот на одном, на одной руке. Можно, может быть, штук пять есть. В Москве таких отделений практически нет. То есть где-то кто-то арендует. И вот он арендует, вот я объясняю ему, почему очередь там в три года или в пять лет. Вот он арендует, ну, я знаю, мои ученики так работают в Москве. Он арендует эту операционную, ему дают ее по выходным. Я вот там приезжаю, прилетал к одному моему ученику, он просил все. Ему дают на субботу-воскресенье. Вот только в субботу-воскресенье он приходит туда на операцию. И то не каждую субботу-воскресенье, когда там генеральная уборка, ну, сколько суббот-воскресенье в месяц? Четыре. Четыре. Вот он может четыре дня в месяц оперировать. А мы оперируем каждый день по четыре операционных, в трех операционных. А он, я к нему приезжаю, говорю, ну, кстати, ну, он сейчас вроде другое место. И так оперируют многие. Или им дают днем там вот одну операционную. У нас, кстати, в Челябинске, я не буду назвать, есть также, которые оперируют, которые вот им дают. Вот неделю, да, вот где-то. И вот, и когда вам пришли, вам сказали, три года очередь, и она, он гордится, и она мне это говорит с уверенностью, у него три года очередь. То есть она думает, что, я такой врач, что там толпа людей, вот она стоит в очереди. Да просто он не оперирует ни хрена. Не может быть у нас, не бывает три года очередь. Это вот по ОМС, которые там ждут подисадку сустава, там, которых там, вот этих, может быть, три года очередь. А фактическая хирургия, не верьте, не бывает. Если три года очередь, убегайте от него, ищите, где нет очереди. Добрый день, Анна, мы рады вас приветствовать. Добрый день. Что вас волнует, что вам нужно сделать? Меня волнует красота моей груди. Дело в том, что я перенесла онкологию, вот, и мне сделали в 2016 году операцию, поставили имплант, но он по размеру не подходит, ну, в общем, некрасиво все. Ну, вот. Далее... А кому операцию когда сделали? В ноябре 2016 года. Нет, поставили имплантат? Да. Все, все, одновременно, да, все сделали. Вот, затем была химиотерапия, лучевая терапия и гормонотерапия. Ну, в общем, сейчас у меня комплексы развелись на этой теме. Какие неудобства доставляет? Ну, я, понимаете, я не чувствую себя полноценной женщиной. Визуально видно, что разные... Ну, да, вот если обтягивающий, например, топ надеть, то... Ну, я вижу. Что такое несоответствие имплантата с той грудью? Да, которая... Как, что-то изменилось в вашей другой груди или как? Ну, видимо, изначально неправильно подобрали. У них же первоначально стояла задача, чтобы спасти мне жизнь, а не красоту навести. Но имплантат стоит. Стоит. Значит, уже и об этом позаботимся. Ну, это слава богу, что есть у меня и шов косметический, то есть, как бы... Ну, она не двигается вот после лучей, ну, стесняет движения. Давайте мы сразу, да, посмотрим. Давайте я посмотрю, проходите за штермом. Посмотрим, что у вас там за проблемы, и потом мы можем еще... Я вам сначала сниму микро. Видите, вот перекашивается она, не двигается. А вы на учете у них состоите? Да. Сейчас какое-то лечение, ничего не получаете просто? А что с вами делают сейчас? Просто прохожу обследование. Просто задаете анализы? Да, да, да. Ну, да, это, конечно, маленький. Тянется, это надо сосок выводить сюда. Тянется, все, да, все, да. И я вот, не знаю, может, есть смысл железу удалить и поставить сюда имплант, чтобы они одинаковые были? Да нет, зачем? Ну, как бы, это-то красивое. Да, надо стараться тогда сделать это. Нет, это грудь у вас красивая, здоровая. Убирать этот имплантат и ставить соответствующий вот такой. А получится одинаково? Ну. Нет, ну, все возможно. Одевайтесь. Ну, давайте все-таки прокомментируем, чтобы вы увидели, и какие перспективы. Да, там есть, конечно, проблема, которую можно решать, и я думаю, что это, в принципе, можно решить вполне положительно. Можно добиться хорошего результата. Конечно, такая операция не совсем простая. Надо удалить старый имплантат, поставить новый, переместить сосково-реалярный комплекс. Он сохранен, но его в нужное положение, он у вас очень сюда находится, латерально. Его надо переместить сюда ближе. То есть это, да, все это возможно сделать. И я думаю, что попадете вы в проект или нет, если захотите, вам потом надо все равно, мне кажется, обратиться к пластическому хирургу. Потому что я очень... Однозначно, вам попасть надо? Однозначно попасть надо. Ладно. А что вообще произошло? Сдвинулся имплантат или он сделан как-то не очень? Нет, ну, там, на самом деле, как вот пациентка и говорит, форма, объем подобран не совсем тот, который нужен. Надо было бы больше объема, не соответствует объему здоровой молочной железы. Маленький очень. А большой стоять имплантат. Но нужно только одну грудь исправить? Я считаю, что можно... А вторую можно, у нее красивая вторая грудь. Спасибо. То есть можно оставить вторую грудь, а эту надо усовершенствовать. Довести до красоты той, которая есть. Ну, в общем, ничего невозможного нет, но у меня еще один вопрос к вам. Что про вас можно рассказать интересного? Как про человека? Как про человека? Да, знаю. Мы уже выяснили, что вы занимаетесь красотой человеческой. Делаете макияжи. Да. Несу в мир красоту. Вы счастливы? Ну, в принципе, счастливы, да. Ну, это такой вопрос сложный. В плане, если говорить про личную жизнь, то нет. А вообще я счастливый человек. Я здоровая, живая, слава Богу. А по личной, почему не счастливы? Ну, видимо, мои комплексы дают о себе знать. То, что вот не могу я. Ну, только из-за этого. А все остальное вокруг вас? Ну, вокруг меня. У меня мамочка живая, здоровая. Друзья окружают меня. В принципе, да, я счастлива. Вы замужем были? Нет, никогда. Детей тоже нет. Ну, хорошо. А в целом вы стесняетесь знакомиться? Или вы... Ну, в последнее время, да, стеснение было как-то. Ну, чувствую себя некомфортно, поэтому как-то вот не клеится. После операции вы стесняетесь? Да. А если, ну, вот вы попали в проект, вам сделали операцию, каковы ваши дальше действия и события вообще в вашей жизни, которые вы хотели бы сделать после того, как у вас будет операция? Надеть красивый купальник и пойти в бассейн. Все? Ну, жить, радоваться жизни. Я вообще, на самом деле, ну, так скажем, скромный человек. Вот как-то пиарить вот себя не очень умею. А тут, представляете, вы попадаете в телевизионный проект. Вас тут многомиллионная аудитория посмотрела. В интернет серию разместили. Все говорят... Вы видели, вы видели. Не боитесь? Ну, нет, не боюсь. Я, конечно, стесняюсь, но не боюсь. Ради, наверное, красоты своей, ради той уверенности, которая у меня ранее была до того, что приключилась со мной. Наверное, да. Я готова к этому. Расскажите о самом сумасшедшем поступке в своей жизни. Наверное, когда я согласилась, чтобы меня на парашюте запустили. Ну, к лодке там привязывают и запускают парашют. Учитывая то, что я высоты побаиваюсь, ну, было прикольно. Ну, такой для меня нехарактерный поступок. Обычно вообще какой человек? По характеру? По характеру я очень мягкая. Мягкий у меня характер. Не конфликтный. Как-то... Поэтому не логист. Поэтому не логист. Ну, что, у вас есть возможность сейчас сказать несколько слов, которые вот как-то вот убедят профессора Пукова взять в вас проект? Очень хочу быть снова красивой. Наладить свою личную жизнь. Чтобы у меня прошел этот вот страх, что ли, знакомиться с новыми людьми. Ну, стеснение, комплексы, чтобы ушли. В общем, хочу, как раньше я была. Простите. Можно салфетку попросить? Да, салфетку. Салфетку. Возможно, даже отпустить. Но мне кажется, очень важно, чтобы вы проговаривали те вещи, которые вы хотите вслух. Ну, и все будет хорошо. Это сто процентов. Спасибо. Так уж сильно не расстраивайтесь. У вас серьезная проблема с вами решена. У вас удалили. Болезнь. Сейчас здоровый человек. Сейчас вам надо радоваться жизни. Не расстраивайтесь. Я радуюсь. А это уже, ну, все, вся жизнь впереди. Это все, конечно, все это исправим. Нет, я согласна. Удастся ли вам вот за счет проекте поучаствовать? Нет. Но все равно вы должны стремиться к тому, чтобы это исправить. Ну, это не самая главная проблема в жизни. Я согласна, что это не самая... Вы пережили очень серьезную проблему. Очень серьезное для вас было испытание, когда вам поставили, я думаю, вот тот диагноз, который, по поводу которого вас оперировали. Вот там, наверное, у вас были серьезные переживания. Знаете, есть... Тогда у меня стоял вопрос. Наверное, тогда так не переживала, как сейчас. Так не переживали, как сейчас? Потому что у меня была задача выжить. Ну, то есть я как бы даже не думала... У вас стоял диагноз, смертейный диагноз стоял. От этого диагноза умирают люди. А вы остались живы. Да, то есть мне попался хороший доктор. Спасибо ему большое, Терешин Олег Станиславович. Вот, он меня успокоил. Он сказал, что все поправимо и все лечится. Тем более в моем случае, он говорит, не переживай. Так что может быть страшнее, чем то, что вы уже пережили? Да, это уже... Ну, я же уже пережила это. Я же прошла через это все. Через вообще потеря волос. Вот это вот все осталось позади. То есть хочется жить полноценно. А получается так, что чувствую себя неполноценно. Ну, и от этого получается, что... Как-то вот не живу я, а просто существую. Вот как оно идет, так и идет. А так не хочу. Хочу реально полноценной жизнью жить. Вы поэтому в телевизионный проект пошли? Наверное. Плюс еще свое какое-то... Выход из зоны комфорта. Ну, это куда больше. Тут все внимание будет приковано только к вам. Да. Но если вы попадете, нам придется вас очень сильно растрясать каждый раз эмоционально. Не плакать? Ну, нет, я не говорю, что не плакать. Но для того... У нас же телевизионный проект. Нам же надо, чтобы были эмоции. Чтобы когда вы увидели свою новую грудь, вы, я не знаю, закричали, бросились на грудь профессора. Ну, то есть как-то вот, чтобы была эмоция. Ну, понятно, что эмоции будут. Если увижу в зеркале то, что хочется видеть. То, что я раньше, например, видела, когда смотрела в зеркало на себя. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Благодарю вас. До свидания. Ну, вы адрес знаете. Да. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Мы сегодня смотрели, когда в начале кастинга вы еще не пришли. У нас было несколько историй с хирургией, связанной с онкологией. Вообще, почему нет таких программ, которые бы, ну, я не знаю, там, в обязательном порядке предоставляли женщинам возможность реконструктивной хирургии? Это печально. Это вот буквально на той неделе я, как раз мне звонил главный врач онкологического диспансера, сейчас там у них организовывается отделение пластической хирургии. Ну, это уже надо давно сделать. Потому что во всех городах крупных, в Казани, везде это есть. То есть они после операции, они ими занимаются. Они там, там же есть тоже какие-то фонды, какие-то там выделяются средства для этого. Ну, у нас просто этим никто не занимается. Просто никто не занимается. И вот они брошены, вот они все, вот они ходят. И вот мне хочется вот ее взять, привезти и оперировать. Всем надо помогать. Вот ее бы тоже надо. Но всех же мы не можем взять. Тогда у нас просто будет... Да, давай поможем онкологическим пациентам. Да, но им, безусловно, нужно помогать, конечно. Нет, безусловно. И я просто вот сейчас вот новый главный врач онкологического диспансера, вот он и организует вот эту службу. Вот он со мной советовался, там, и там, в плане организации они уже получили лицензию на пластической хирургии. Сейчас они занимаются именно организацией. Вот какие направления. Вот это направление, я говорю, оно у нас в Челябинске просто удивительно для такого города. У нас вроде все лучшее, лучшее, высшее, а это у нас не развито. Ну, в общем, для области в целом, потому что у нас же большая область. Конечно. Громадный онкологический диспансер. И сейчас онкологических пациентов оперируют и даже в крупных городских больницах. Вот дорожные больницы оперируют. Я знаю, в шестой больнице оперируют, еще в какой-то больнице оперируют. Много оперируют. Но они удаляют опухоль, а реконструкцией никто не занимается. Но они пойдут к нам, но мы не можем ими заниматься. У нас все равно это будет платно, а это должен быть поток, направленный куда-то в одно место. Поток, вот смотрите, сколько мы сколько посмотрели, а сколько и в городе. И к нам на прием приходит много. Проблема? Это что, если появится такое отделение, и исчезнут вот эти вот истории, когда не задумывается врач о том, что нужно что-то сохранить для того, чтобы реконструировать потом. То есть они будут делать уже операции с той целью, что уже во многих городах уже делают интероперационно. Сразу во время операции удаляют опухоль, делают такие. Сейчас современный подход такой. Удаляется опухоль, ткань железы с составлением кожи, со сковолиареального комплекса. И сразу же ставится не как вот у нее там поставили какой-то смешной шарик. Ставится протез, соответствующий этой груди. Или потом небольшую коррекцию можно сделать. То есть сразу устанавливается имплантат. Или такой ставится эспандер такой. Потом он раздувается, кожа растягивается, соответственно, этой груди. И потом ставят протез. Ну, у нас сейчас много-много. Такой мировой, современный подход. Но у нас вроде как-то это отсутствие. Удивительно. Дай бог, чтобы менялась ситуация. Сейчас я думаю, что это изменится лучше. Стану. Сейчас идет как раз процесс становления такого деления. Александр, мы рады вас приветствовать. В проекте «Хочу к Пухову». Ну и давайте сразу с козырей с чем пришли. Раньше был очень большой, крупный человек я. И сейчас вот лишнюю кожу бы хотелось убрать. Ну, история моя вот такая. Работал в МЧСе. Проработал 20 лет. Заработал себе болячку. Сидел на преднизолоне. То есть у меня альвеолит был. Поставили профзаболевание и все. И вот на этих гормонах я начал набирать, набирать. В пике сколько у вас килограммов вес был? Я не понял. Ну, вот самый большой вес, который у вас был. 137 килограмм. Вот как бы вот, ну все вот связано с работой. То есть когда работаешь где-то на пожарах там или что. Просто инстинкт самосохранения он. Напрочь пропадает. Главное спасти людей ведь получается. Ну, самое главное, что в нашей жизни главное, это дети. Вот. Просто ни о чем не думаешь. Ну, и вот лес везде вот. Где-то оденешь защиту, где-то не оденешь. То есть где-то бывает времени совсем нету. Вот. И вот так вот получилось, что... Хотели легкое мне спасти. Посадили на предназолон, а уже было поздно. Удалили легкое? Не удалили. Сказали, что 50 на 50, пока его не стали трогать. Угу. То есть сейчас еще идет процесс реабилитации. Да. То есть оно уже не рабочее, как бы, ну, сидит на месте. Как вам удалось снизить вес? Что вы делали? Ну, обратился я в Челябинскую клиническую областную больницу к хирургу Антону Павловичу. Ефремову. То есть вот. Вот он помог мне. Ну, конечно, диета в первую очередь нужна была. То есть я этот год вообще вот мучного, вот хлеб вообще не ел. Даже было, блин, охота порой раз. Снился так хлеб, ну, ни кусочка не ел. А вообще вы что сделали-то? Резекцию желудка? Резекцию желудка. Когда это гастрошунтирование. Угу. Все. Когда это было, сколько? Это было вот полтора года назад. Декабрь 21-го года. Угу. И как бы строго держался диеты. Прям вообще ничего. И потому что это все в комплексе с диетой же, это операция. Угу. И вот. А сейчас вот такой вот. Фартук образовался? Большой фартук? Большой, вот, да. Руки, грудь? Ну, это все тут тоже, тоже все, как бы повисло. Угу. Вот. И что, проводили вот меня на пенсию денег. Я как по цене-то узнал, конечно. Но у меня сын что, закончил в этом году школу? Сейчас уже надо его... И еще... Оплачивать на диетах. И еще ему надо оплачивать. Да. Он вас еще не готов взять на содержание. Да, пока нет еще. В чем вам мешает избытки кожи? Ну, некрасиво вот. Ну, если я уже начал на своем здоровье вот заботиться уже, ну, наполовине как-то останавливаться. Я просто вот, ну, как офицер я... Ну, не привык. Вот так вот, ну, мешает, конечно. Одеваешь вот, ну, ну, некрасиво я вот. Ваши близкие как вообще вас поддерживают, не поддерживают в этой истории? Ну, поддерживают, конечно, они меня и на этот проект. Снарядили? Да, сказали, да, что поддержим, чтобы подавал заявку. Ну, прям, ну, я сам когда вот узнал, вот, в нашем утре, каждое утро смотрю наше утро, как только вот объявили, вот это вот, я сразу заявку подал. Один из первых участников этого проекта. А расскажите еще что-нибудь про свою личную жизнь. Ну, личную жизнь... Вот сын мы уже выяснили, что есть. Да. Ну, сейчас, в данный момент, в разводе я. Ну, то есть, когда был большим таким, ну, оказался, как сказать, не нужен, что ли, вот так вот скажем. Ну, то есть, это было прямо так сказано, что... Ну, да, ты вот толстый, я с тобой не буду. Да, 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 то, что был-то такой, а стал таким. Ну, конечно, меня это задело очень сильно, да, как бы, я себя люблю и уважаю. Ну, и поэтому я вот начал двигаться к этой цели, чтобы мне похудеть. Я поставил перед собой цель. То есть, любым способом, любым. А вернуть жену хочется? Да уже, наверное, нет. Я не знаю, потом у меня стресс, конечно, большой был. Нашел себе тоже вторую половинку. Прожили пять лет. А, так сильно. Но, к сожалению, она умерла. И потом, видимо, у меня вот этот стресс, может быть, еще к гормональному добавилось, может быть, считаем. Ну, и после этого, как бы, есть у меня, ну, так. То есть, еще, может, не могу отойти я от этого стресса. Вам только сорок лет, у вас еще впереди-то, как говорит доктор Пухов, там еще сколько лет? Лет шестьдесят. Лет шестьдесят? Он сотню всем обещает. Да, он всем сотню обещает. Вот поэтому я и говорю, хочу себя уже довести, уже до конца, раз начал заниматься этим. Программе доверяете? Конечно, доверяю. Понимаете, что вас будут показывать уже по ту сторону утра. И вас все будут знать, писать вам будут всякое. Конечно, понимаю. Как это офицеру? Стоять в кадре, там, не знаю, в раздетом. Мне Шойгу награду вручал. Нас по всем, по всем абсолютно каналам, по всей России показывали. Когда он приезжал в Садку в 2005 году, я там начинал работать. То есть проходили соревнования, там, то есть, ну, много команд приезжало, там, и скалолазы, и водолазы, и кинологи. Соревнования вот были. Там-то вы были в форме, а тут-то без. А чего и стесняться, что естественно-то, не безобразно. Потом делаете что-то не так, и вся команда приходит к вам под дверь студии и говорит вам разные слова. Пожарники, водолазы, все. Прошу прощения, не пожарники. Пожарники, 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 это кто поджигает. А, кто поджигает, да, это... Я думал, кто погорел. Еще вот, когда в Москву поджигали, начали вот так вот назвать пожарники. И жуки-пожарники. А, ну да. У вас есть прекрасная возможность сказать слова, которые услышит профессор Пухов. Скажите ему такие слова, которые убедят его, что именно вас нужно брать проект, именно вам нужно делать эту операцию. Вот на эту проекту. Ну, хочу сказать, что меня только и надо, наверное, взять. Потому что, как вы говорите, что всего 40, еще 60. Охота выглядит очень идеально. И я рассчитываю только на вас. Много о вас слышал, что вы очень хороший врач от Бога. И вам только доверяюсь. Так что, надеюсь на ваше понимание, и что вы меня возьмете. Очень этого хочется. Спасибо вам большое. Очень бы хотелось. Очень. Я прям... Прям вообще... Да, вот так вот прям. Спасибо. Да, Александр наш постоянный зритель. Он очень основательно смотрит нашу передачу. Участвует во всех конкурсах. Зачастую выигрывает, между прочим. Вот. Он... Отзывчивый очень человек, который нам действительно присылает сообщения в наш чат, вот программы нашего утра. Описывает свои победы, в том числе на почве снижения веса. Угу. Вот. И меня подкупает его искренность. Ну, первый человек, который сказал в обращении, что меня нужно взять. Это так здорово. Да, ну потому что... Вот это вот честность. А то вот это вот возьмите меня, донесли берите меня. Если есть люди важнее, я упущу вперед. Да. Судьба сама решит. А тут Александр точно знает, что судьба – это, конечно, вещь хорошая. Но лучше синица в руках. Креткий холл. Чет дятел. Вообще, мы сегодня посмотрели, знаешь, такие профессии приходят удивительные. У нас тут скорая помощь, у нас стюардессы, МЧС, какая-то будто, знаешь, такая экскурсия по городу, даже, не знаю, по Уралу, очень интересная. Очень разные люди и очень разные истории. И, на самом деле, даже вот эта тема снижения веса, она такая, ну вот, казалось бы, ты уже совершил этот поступок, ты уже победил свой вес, но теперь тебе некуда девать избыток своей кожи. И никак, уже никакими упражнениями, никакими занятиями это невозможно сделать. И это все равно операция. И причем, как выяснилось, я этого раньше не знала ни одна. То есть, мои были такие мифы, что ты, значит, один раз сделал геройство и похудел, потом один раз делал операцию и вышел новенький. Да. А выясняется, что это серия операций очень непростых и долгое восстановление. Это тоже, мне кажется, надо знать перед тем, как ты ночью тянешься за булочкой. Да, ну, конечно, нам объяснил профессор, для тех, кто просто еще не слышал, что невозможно сразу проводить операцию на всем теле. Сначала живот, потом руки, потом грудь и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот на этапы, на длины это все разбито. Мы идем дальше. У нас есть еще люди, которые нас ждут. Одежда, добрый день. Здравствуйте. Рада приветствовать вас на кастинге «Хочу к Пухову». Благодарю за приглашение вас. Ну, вообще, ту фотографию, которую вы прикрепили, которая у нас в вашем досье, она, ну, несколько такая... Кринжовая. Да, кринжовая. Сейчас вы выглядите гораздо лучше. Благодарю. Прошло с 3 февраля вот 4 месяца, и вчера как раз состоялся первый суд по моему ДТП. Расскажите вообще, что произошло? Я шла на любимую работу в 7.20 в зоопарке. Я работаю документоведом уже. И меня сбило на пешеходном переходе такси. Пешеходный переход проспект Ленина и улица Героев Тонкограда. То есть достаточно оживленная улица. Я бы не сказала, что было темно. Я перешла дорогу, то есть там 25 где-то секунд на переход у нас, уже больше половины. И я была... ну, было холодно в то утро, где-то к 30, в плотной дубленке, которая меня потом и спасла, в капюшоне. И я не видела машину. В общем, он сбил меня сзади. То есть я уже перешла дорогу, и он с поворота, поворачиваясь с улицы Ловина, на Героев меня сбил, и меня развернуло. То есть врезался. Он мне, получается, в правый бок, в левый, точнее. И я штопором влетела в асфальт лбом и зубами. У меня тут же хлынула кровь, то есть меня так отбросило чуть-чуть, ближе к, так сказать, к концу дороги. Я тут же встала, то есть хлынул фонтан. Я в шоке побежала к машине, крича. То есть они остановились, был пассажир в такси, который потом тут же убежал, и он не стал свидетелем этого дела, потому что водитель указал, что он один ехал. Ну, это, в общем, не суть. В общем, я к ним побежала с криками, что со мной, что? Ну, и таким образом, он меня быстренько сразу в машину затолкал, чтобы, видимо, я меньше внимания привлекала. И там уже вызвал скорую, давал мне салфетки мокрые, то есть чтобы у меня остановилась кровь. Я... Мне было очень страшно. Извините. Просто в зеркало посмотреть на себя, то есть, насколько все плохо. я только чувствовала, что что-то не то с зубами, и... В общем, стресс был сильный. Я на этом стрессе тут же начала звонить, то есть директору, директору, в кадре всем, маме, родным, папе, то есть, ну, всем, пока мы ждали скорую. Вот. Сейчас. Извините, пожалуйста. Я не ожидала, что созревусь, потому что, ну, прошло уже много времени достаточно. Приехала. Скорая минут через 20. Ну, там тоже, конечно, я натерпелась, в том плане, что... Мне просто... Замотали голову как-то, ну, чтобы кровь остановить, и все. Повезли меня в травму восьмую полицию. Ближайшая травма, это... Нагорького. А там еще никто не пришел на работу. Вот. Ну, и дежурный врач, полусонный тоже, в общем, долго меня не принимал. В итоге, ну, я там находилась до... А, водитель позвонил не только в скорую, но и в ГАИ, да, с ДТП. Сообщил. В общем, в больнице я находилась около часа, насколько я помню, так просто сдавала анализы. У меня взяли общий анализ, сделали рентген, ну, вот, как положено, и ДТП. И все, и перевязку. И уже сами мы пошли, не дожидаясь дознавателя из ГАИ, мы пошли к пластическому хирургу. То есть, со мной были родители, и, ну, они тут же соображают же лучше, чем я, потому что я-то просто в шоке. Вот. И там девочка, пластический хирург, то есть, у нас есть запись, мне пустила кровь, скажем так, то есть, спустя час у меня уже начало все лицо синеть, кровопотек, стал спускаться, в общем, картина была, конечно, жуткая. И, ну, болел сколотый зуб, да. И надо было срочно что-то со всем этим делать. Все врачи, ну, то есть, они видят, что у меня руки, ноги целы, как бы, ну, никого особенно не волновало мое лицо, скажем так. То есть, стоматологическую помощь первую никто нигде не оказывает, понятно. И вот, просто удача, что вот эта девочка сказала, что, швы накладывать не надо, у вас все само, как бы, с собой срастется, скажем так. То есть, если мы будем шить, будет еще хуже дальше. Вот. Ну, в шрам, как уже потом, все стали, сочинять на что он похож, в общем, решили, что это буква К, и дальше пошли всякие разные варианты, чтобы это могло значить, то есть, что вообще происходит. то есть, скажите, шрам, шрам, он сейчас вас не устраивает, как он, вы знаете, я стараюсь вообще на него не смотреть, не обращать внимания, но вообще, само наличие шрама мне, так сказать, не устраивает, да, конечно. Я его не особенно разглядываю, он еще сильно, ну, как, мне сказали, что через год вообще что-то останется, скажем так, конечный вид принят, вот, то есть, и меня не устраивает вот это, мятинка, да, вот этот дефект. Хирург мне сказал, что, ну, я спросила, может быть, это, что-то с этим делать, там, пустить какую-то кровь, или что, мне сказали, нет, это у вас такой дефект, то есть, вы ничего с этим не сделаете. Как-то так. Вы у кого-то еще, консультировались? Из врачей нет, но нам потом сказали, что лучше все равно, ну, лучше Пухова никто вам не сделает эту операцию, то есть, я в любом случае буду обращаться в ту клинику. Сейчас, я так понимаю, идут судебные разбирательства. Да. Вам от них холодно, жарко? Мне, скажем так, ну, наказать хотите этого человека. Меня ограждает юрист мой, то есть, буквально вчера он мне звонил, он сказал, что его возмутило решение суда, то есть, он настаивал на лишении прав, то есть, даже там, на год-полтора, его возмутило отношение судьи, там, секретаря, которые говорили, что давайте просто, ну, водитель же признал вину, как бы, ну, а ему назначили штраф 4 тысячи. 4 тысячи? Да, 4 тысячи штрафа. А затраты мои без пластики и без стоматологических процедур, ну, 30 тысяч сразу у меня ушло, как бы, вот на течение месяца. решили делать это при помощи телевизионного проекта. Это, скажем так, параллельный процесс, просто который, то есть, я слушаю радио и слышу рекламу, ну, и просто взяла в рабочем процессе, скажем так, заполнила анкету. То есть, ну, как, я не преследую никакой цели, как бы, засветиться, скажем так, то есть, это вот, я в любом случае попаду к поху. Это как бы... Просто наш телевизионный проект, и у нас-то цель-то как раз действительно героя показать со всех сторон. И что еще мы можем интересного про вас рассказать, как про человека? Хороший вопрос. Ну, как, я люблю путешествовать, изучать языки иностранные. стесняюсь, как видите. Наверное, важно сказать, что в похул попасть можно и через телеканал, и отдельно. Оказывается, он очень доступен. Это миф, что к нему нужно попадать долго. Поэтому вы можете прийти на консультацию к нему, и к нему узнать возможности ваши. Ну, я вот еще не сходила, да, потому что не было суда, в общем, по возмещению страховой. Вот, но вы хотя бы сходите, сколько это может вообще стоить? Я буду брать официальную справку, да, то есть сейчас уже буду это делать все равно. Ну, короче. У вас есть прекрасная возможность Пухова сказать пару слов. Он будет смотреть видеозапись, вы можете к нему обратиться вот на эту камеру и спросить, сказать. окей, пара слов, тогда я скажу до встречи. Буду рада встретиться. Все, здорово. Хорошие слова. Спасибо вам большое. Спасибо вам за информацию, за приглашение. Извините, если напугала. Нет, извините, больше вы напугали фотографии. Ну, окей. Сегодня вы прекрасны. Спасибо. Все, счастливо. Спасибо. Ну, понятно, что Надежда растеряна, Надежда напугана. И эта ситуация еще вот, ну, еще она будет жить. Очень желающая. Жить, да. Я не знаю, ну, то есть, конечно, это повод помочь человеку, телевизионный проект, но для большой серии, мне кажется, это вот не такая история глубокая, богатая. Может быть, это звучит цинично, но это так, потому что, ну, хочется еще какой-то объемом про человеческую личность рассказать. Есть задача еще позаботиться и о зрителе. То есть, не только об участнике позаботиться, но и о зрителе тоже. Чтобы он остался у героя, смотрел серию, что-то, может быть, находил то, что про него тоже, да, что-то откликалось. Поэтому здесь, мне кажется, очень хороший человек, обычный, нормальный человек, с которым случилась беда. И это настолько свежая история, что она пока застилает все. То есть, даже нам героиня не может придумать про себя факта интересного, не потому, что их нет, а потому, что пока это слишком вот скрывает все остальное, горизонт, это туча, по-человечески очень сочувствуешь. Практически пока, наверное, мне кажется, участие в съемках может быть еще одним стрессом дополнительным. И, наверное, это не полезно. Я согласен.